Итак, в предыдущей части мы создали новый проект, ознакомились с основными элементами интерфейса, и очередная часть посвящена навигации по сцене. Мы только лишь кликали левой кнопкой мыши по объектам и видели, что они как-то тут выделяются. С объектами мы поработаем в следующем уроке, а сейчас мы научимся осуществлять навигацию по сцене. Итак, допустим, я хочу приблизиться к тем или иным объектам. Я могу использовать мышь и крутить колесо. Если я кручу колесо мыши вперед от себя, соответственно, я приближаюсь к элементам, которые размещены на сцене. Если я кручу его к себе в обратную сторону, соответственно, я удаляюсь. То есть приближение и удаление это колесико мыши. Далее я могу зажать колесико мыши и немного вот так вот с разных сторон посмотреть то, что у меня на сцене находится. Но этого порой бывает недостаточно. Допустим, я хочу посмотреть, что за вот этой вот правой стеной. Для этого я должна зажать правую кнопку мыши и перемещая ее по сцене, используя также зажатую кнопку, точнее зажатая колесико мыши, я немного перемещаюсь вот таким вот образом к задней стенке. Сейчас мне необходимо вот так повернуться. Мы можем двигать мышь зажатой правой кнопкой мыши и вверх-вниз и влево и вправо для того, чтобы развернуться. Вот я теперь увидела, что у меня находится сзади. Обошла вокруг. Если вы обратили внимание, то когда я зажимаю колесико мыши, то вот в левом верхнем углу появляется зажатым инструмент Hand Tool. В принципе, можно нажать на него левой кнопкой мыши и теперь нет необходимости зажимать колесико, а вот так вот мы тоже можем просматривать. Не все разработчики понимают, зачем это нужно, но такая возможность присутствует. Иногда, наверное, это удобно для работы с, например, уровнем с локацией. Для того, чтобы эта опция перестала работать, нам нужно переключить на другой инструмент Move Tool. Все, теперь я должна зажимать колесико мыши для того, чтобы повернуть. Еще есть возможность перемещаться быстро по сцене, когда мы зажимаем правую кнопку мыши и теперь мы можем использовать любимую игроками клавиатуру WSD. То есть на клавиатуре я зажимаю клавиши W, A, S и D для того, чтобы осуществлять навигацию. Вот такую вот быструю. Иногда это бывает удобнее. Либо крутить колесико мыши. Вот так мы можем осуществлять навигацию по сцене. Если вдруг вы случайно куда-то убежали, вот, например, вы перемещались-перемещались и потеряли изображение из вида, то у нас есть два варианта вернуться к каким-то объектам, которые нам можно увидеть. Либо в окошке иерархии кликнуть двойным кликом по соответствующему объекту. Мы об объектах будем говорить позже. Вот так. И теперь вот приблизилась у меня. Ну почти. Еще раз показываю. Второй способ. У нас уже есть кнопка, которую мы изучали. Default. Раньше она называлась Layout. Теперь она уже называется Default, потому что мы выбрали режим отображения Default. Если мы нажмем Default, то все становится на свои места, так как это было с самого начала. Это, конечно же, нужно для начинающих, для тех, кто слишком развлекся навигацией по сцене. Рекомендую сейчас попробовать это делать для того, чтобы привыкнуть к тому, что у нас есть в окне сцены, и потом спокойно перейти к ее созданию. До встречи в следующем уроке. Подписывайтесь на канал. Желаю всем успехов и до новых встреч!